Они тебя будут давить, давить и давить. То есть, единственный вариант побеждать, это играть в такой же стиле. Это агрессивно, мы идти самому и давить Na'Vi. То есть, на давление отвечать давлением. Либо давить, либо, как я говорил, очень хорошо должна работать против такого стиля Na'Vi. Какой-то стиль типа Альянсов. Такой жесткий сплитпуш. Они тебе одну сторону, ты им вторую. Просто меняешься симметрично. И вот так вот дальше ты зарабатываешь денег с леса, с каких-то снесенных выплышек. Они Na'Vi зарабатывают, и вы как их вместе получаете эксплой опыт одинаково. Не сражаешься с ним ничего. А потом дальше, где-то там в середине, в лейте, когда они захотят с тобой драться, ты будешь так же, не проседая, ни почему не по фарму, давать им бой. Так, ну давай переходить к драфту. Вп забанили двух лесников, это Инча и Чен взяли себе Лондруид и Оракла. В ответ Na'Vi берут Бисмастера и Вингу на первой стадии. Решили этого героя забрать пораньше, при том Инвокера в драфте пока что нет. Его никто не брал. Интересно. Я думаю сейчас, у Na'Vi вообще какой стиль. Вот, лесников их забанили, у них есть, ну, соответственно, если лесников забанили, Орстайл пересаживается на пятую позицию, мы это вчера с тобой обговаривали, и очень сильных четверок набирают для Санейка. Либо Висп, он в бане, либо ее Спирит, он в бане. Есть еще такой герой, как Баунти Хантер. Вот, мне кажется, сейчас третий пик, Na'Vi должны забирать как раз-таки этого Баунти Хантера. Именно, чтобы он бегал, мешал, не дал фармить. Да, да, да. Ну да, лесников не так много остается, Лиром еще героев. Ну, есть еще Мирана какая-то потенциальная, кстати, мы видели уже с Финго ее. Поэтому, может быть, появится и Мирана. Была она неудачная для Дитера, но тем не менее, герой такой есть. Мирана они брали как раз-таки против Энчантера, который это обговаривали, да, что когда, если где на твою легкую линию приходит, Энчантерс начинает мешать, просто стрелы убиваешь сразу крипа, и, в принципе, Энчантерс станет бесполезным. Вот. Посмотрим, ну, нужно какую-то, да, четвертую позицию Санейка, я думаю, что-то сейчас он себе придумает. Я думаю, в два таких каких-то мага они не любят играть. Они любят, чтобы один герой был всегда роумище и роумище, и напрягал карту везде. И вот Баунти Хантера подходит как-никак очень хорошо. Да, взяли себе ВП пака, скорее всего, на позицию миддл. Но имеется до сих пор инвокера, я не знаю, будут ли Na'Vi убрать, потому что пока под стиль Na'Vi он подходит. И вчера уже показывал Дэнди, что он может играть на этом инвокере неплохо. С Винго, с Бисмастером, там Кабаны, Форж Спириты, пассивочка в Винге есть. Да, у Дэнди огромный пул на миде есть. Та же Виндрейнджер, который он тоже вчера, как раз в последней самой игре против Virtus.pro, он там закончил с каким-то жестким катанием. Ну, 15-1 я последний раз смотрел. Как было. Я там матч до конца не досматривал. Там буквально, по-моему, 2 минуты оставалось до конца матча. Я там по делам нужно было уйти. Ну, 15-1 я видел у него в счет. Так что могла быть и Виндрейнджерка, но нет. Пикнули, а не инвокера как раз-таки. Чем ответит Virtus.pro? Что у нас не хватает? Не хватает у нас еще одного суппорта, и не хватает у нас... Ну, понятно. Тут либо флайн, либо кэрри, да. Тут два варианта имеются. И понятно, куда пойдет ландруид, конечно. Понятно, что нужен саппорт раун для ВП, и нужен, да, действительно, либо оффлейнер, либо мейнкэрри. Кого лучше? Куда ты поставил ландруида? На оффлейн, либо на флайн? С ландруидом надо подождать. Вот зря они пикнули Эмберспирита, потому что лучше посмотреть на второго героя суппорта нави, вынуть этих, пикнуть его вот сейчас вот. Если они пикнут второго суппорта, который будет статичный, стоять на линии, вот такой прям не жесткий роуминг, то можно было бы ландруида поставить на оффлейн. Вот, вот типа вот этого героя. Венга Дизраптор, это герой, который стоят на одной линии. Тогда можно было бы медведя поставить на оффлейн, чтобы он медведям мешал как раз-таки вводить крипов. Ну, в принципе, они так и сделали. Но могли бы его встать и в керри, а не сразу встать ландруида, но тогда можно, не знаю, брать четвертую позицию, потому что ландруид один будет стоять. Он сейчас будет мешать очень сильно этим двум. Они, не знаю, нави может быть ошибку сделали, что взяли как раз-таки двух таких статичных суппортов. Так, ну и ждем бана. Ну, при этом Дизраптор действительно хороший контрпик для Эмбера и для Пака. Ты возвращаешь назад, ставишь статич шторм и все. Эмбер и Пак под Силенсом становятся просто мясом для убийства. Но рискованно, что именно два саппорта будут на линии. Ну, хотя Венга может потенциально как-то роумить, помогать приходить на мидл или Дизраптор. У них-то, возможно, такая есть, имеется и стан, имеется и грейс. Да, есть возможность, да, и в флэн пойти без мастера ставить против ландруида ставить. В принципе, он там не сильно проседает, но он очень хорошо стоит против ландруида. С ним тоже есть, есть тоже суммон в лице кабанчика. Ну да. Конечно, Мишка посильнее будет, кабана. Именно суммончик. Ну, ничего страшного. Все равно при своей атаке сурки, при своем арморе против ландруида стоит хорошо. До определенного там ловолов. Так, и мейн кэри для дитера нужен, для команды Na'Vi. Имеется Ликантроп, я не знаю, будут ли он пикаться, но вы позабанили. Да, его скидывали нам статистику тоже вчера. У Na'Vi с Ликантропом в этой версии 85% хендрейт. Ну да, неплохо. Это о чем-то говорит, да, что лучше позабанить этого персонажа. Лучше не отдавать его, потому что его отдавали очень много. Очень много отдавали. Непонятно почему. То есть вы знаете, что Ликантроп есть у Na'Vi, что он всегда побеждает. Ну, Вертус прав все понимает. Тем более, тут Ликан был бы... Ну, не то, чтобы идеален, он был бы неплох. Под Беста, под Вингу, под Инвокера. Пуш-потенциал бы колоссальный. Банится Транд Протектор. Na'Vi показывает, что они готовы пушить. Не хотят, чтобы башни были подхилены. Ну вот. На подпуш кого еще могут взять Na'Vi? Будет ли это подпуш, либо просто какой-то герой. Типа Свена, я не знаю, что-то в этом роде. Пушить можно, в принципе, и не с пушащими героями. Главное, чтобы ты... Опять же, если от начала прессингуешь, то товара может сносить тебе с пушащих героев. С тобой просто не смогут люди драться, если ты начало выиграешь. Ты просто будешь на халяву все товара забирать. К тебе просто не могут прийти и защищаться. Потому что ты там на пару левелов, там по золоту впереди намного. Так, Вертус Про. Вот он, Баунть Хантер, кстати, от Вертус Про у нас. Пожалуйста, перейти к Пикер. Да, ну, Трэнта подбанили. Потому что подумали, на Вертус Про, возможно, будет именно такой герой на линию. Но Баунти Хантер, о котором ты говорил, правда, говорил для Na'Vi. Ну, вот вы порешили его взять. Ну, Баунти Хантер, видишь, как-то не зашел им. Потому что понимаешь, что Пак, в принципе, ему ничего не сделал. Еще Эмбер Спирита взяли, это Баунти Хантер не сильно будет. Ну, в принципе, вначале мог неплохо понапрягать. А потом уж, ну, решили взять Дезраптора. Все-таки масса ультимейт, этот Статик Сторм. Хорошо, реально, Контрит и Пак и Эмбер Спирита. Поэтому решили все-таки более такого героя, который будет в драке 5 на 5 делать что-то. А не просто роль варда исполнять. Ну да, тем более, мы помним, как вчера Санэйка отыгрывал на Дезрапторе. Это было что-то чем-то. Да, Санэйка, это жесть была. Что он творил. Эмбипи первого матча против Эмбер Спирита. Кто, конечно, не видел, заходите, посмотрите воды. Это была прекрасная игра от Санэйка. Так, и мейнкерри нужен. Мейнкерри Санэйка думает, кого же взять. Опять же, Эликантропа нет. С Вентом вроде в идеале... Слушай, это Войт. Это Бенга Кор выходит у нас. Или это, слушай, нет. Генерал на Бисмастере. Это... Это Войт Кор. Это Войт Кор. Ого. Я первый раз это вижу сейчас. Да. Это Войт Кор. Старый добы, там, Бэттл Фьюри какие-то, я не знаю, Мэл Штрома, Маск оф Мэднесы. Что скажешь? Потому что... Ну, на самом деле, неплохо. На самом деле, неплохо. Если был старый Войт, я бы сказал, что еще лучше. Ну, там Тайм Волк был, понимаешь? И был не только Тайм Волк, но и Бэктрек. А то все-таки такой Войт уже не такой живучий. И инициировать без Блинка ему сложно. А Блинк это слот, который стоит денег. Все равно он остался ваш. Все равно он не остался Купол. Купол очень хорошо как раз будет работать против Эмбер Спирита и Пака. Вот. И его, когда он ставит Купол, его не сможет бить Лондруид. Потому что с умом он не сможет подойти к нему в Куполе. Ну да, вот есть самое неприятное, что Оракл есть. Он может накинуть на героя способности свои. И не дать там Войту побить или просто засейвить тиммейт. С вами. Ну интересно. Очень. Воид, мейнкерри, команда Нави. Ну вообще интересно. Хочется, конечно, посмотреть. Первый раз я Войта вижу на роли Керри. Так, отлично. У меня карта не работает. Я быстренько перезайду. Давай, а я пока по героям тогда пройдусь. Команда Нави. Санейка будет играть на своим сигнатурном Дизрапторе. Арстайл будет играть на Веншифл Спирит. Дентим будет играть в Мидианейнвокере. Дитя Ра будет играть первый раз на нашей, наверное, памяти. Ну да, за последний год. Да, на роли Керри, на роли первой позиции. Генерал Уфлейн у нас будет играть на Бесмастере. И команда Virtus.Pro. Фенга будет играть на Лондруиде. Йоку будет играть на Эмбр Спирите. Гот будет играть в Мидианапаке. Лохо Дэнс будет играть Ораклом. И Нофир будет роуминг Паунтихантером. Я пока перезахожу, потому что реконект не помог. Ну, был у меня такой баг уже в Шанхае. Дота, дота, дота. Надеюсь, проклятие Мэйл Штрома меня не постигнет. А то 10 минут радио мы не выдержим. Я думаю, сейчас зайдем. Это, по-моему, попробуй тоже. Если у тебя это происходит с большой периодичностью, то кэш почисти. Да нет, у меня в последний раз это было, ну, опять же, месяца два назад, не знаю. Так, ладно, перезайдем. Мне помогает реально тоже. Всякие там проблемы раньше были с загрузками. Кэш чистишь и все. Удаляется ненужное. Памяти, может, не хватает где-то. Так, ладно. Разменивается у нас рунами. Нижнюю руну забирает спокойно у нас Нави. Верхнюю руну забирает ВП. Милеры спокойно расходятся. Все, я здесь. Отлично. Все вроде как работает. Так, ну и поехали смотреть по лайнапам. Дэнди на центре против Года. На паке на туплении соло. Бесмастер, разумеется. Ну и вот она, дабла. Самое, наверное, интересное. Это вой, топорик, фласка, щиток. Старые добрые времена. Опять же, будут любопытно посмотреть. Ну вот играл Хроносфера. С другой стороны, пак и Эмбер. Попробуй их поймай в хрону. Там все-таки имеются анимации. И, в принципе, Эмбер на ремнант, и пак на арбе. Он может, в теории, улететь. И я уверен, что мы еще увидим Хроносферу никуда. Потому что, опять же, это не сложно сделать. Да, но сложно это сделать. Сложно, думаешь? Поглядим, ладно. Ну, реакцию. Ну, реакцию. Все на реакцию. Лондроид начинает свои всякие отводы крипов с помощью медведя. В принципе, о чем была речь. Арстайл перетянулся по этому поводу в миддл. Тоже не дает спокойно баунт-хантеру харасить Дэнди. Хлпует ему здесь. Конечно, сентра не хватает. Алоха Дэнс. Как же сильно проседает Алоха на ровном месте. Генерал-то идет. Начинает Алоху сильно пробивать. Тут буквально там 150 хп. Кабаната убил, но чуть-чуть не погиб. По итогу. Не приятно. Опасно было. Очень опасно. От себе кабанчик. На миде у нас жесткое противостояние. 2 в 2 стоят. Прям не стесняясь. Да, Дэнди и Винга. Тоже боевая пиджи линия. Артстайл помогает. Если там стан какой-то случайно подлетит, то... Года можно убить через колд снэп. Форж спирит и санстрайк. Трудновато. Ну и на топ, слушай, смещается Ноуфир. Имеется у нее инвиз. Рядом находится Алоха Дэнс. Но вот лвл 2 бы взять. Лвл 2 было бы попроще. Кабанчику убили. Да, постоянно. Сейчас могут на генералы входить, но генерал хорошо стоит. Он прям стоит прям... И к спу вроде жует. И... И вот сейчас... Ну нет, нет, нет. Не успеет. Идли успеет. Успеет, заряжает. Да, заряжает. Генерал Акабан-то появляется, но генерал слишком больно. Под флэнгвардом Йоку чайны мимо, но этого хватает. Фесблат. Очень хорошо. Вот прям пол пикселя он отошел... Подошел под экспу и сразу пошла атака. Очень хорошо все ВП сделали. И фесблат залетает в копилочку. Да, для Virtus.Pratia 0. Напомню, опять же, формат Баста 5, поэтому... У нас, возможно, будет 5 карт. Год на центре. Колсная получает. Выходит Санэйка. Есть Андерстрайк, есть Глеймс. Готто без арбы еще 2 секунды нажимает. Барифайр и за счет этого, собственно, и живет. Неудачный выход. Оставляйте, тера. Внизу одного ставить, фармить. Понимаешь, что Лондроид... Ну, хотя, слушай, Лондроиду мешать может. Теория, тера. Подхорошивать и самим Медведем. И сам Лондроид, может быть. Да, вот эта стяжка от Санэйка пошла у нас на миддл. Захотели убить Готта, но не получилось. Если они так постоянно будут делать, и постоянно будет не получаться, это будет очень круто для Лондроида. Что будет, что будет постоянно соло оставлять свой фейсл, свой дом. Конечно, будет халява для него. Да, сам-то Лондроид уже топорик имеется у Медведя. Лас хитить будет нетрудно. Ну, опять же, этот авантюра. Любопытно будет посмотреть через минут 20, как этот воид выйдет. Что он будет фармить, любопытно. То есть, какой-то Mask of Madness, либо что-то еще. Какие варианты будут билдить? В Battle Fury, позабытый Майл Штром. Ну да, что-то какое-то такое будет интересное. Но Фир у нас хорошо контролит. Генерала, да, не дает спаун сделать. И заблочил еще, как минимум, спаун. Да, да, да. Заблочил спаун, поэтому сейчас генерал не будет здесь фармить. Прямоугольник это очень удобный. Это, наверное, самое крутое нововведение. Как раз для обсерверов. Ну, для комментаторов там. Если бы убрали вы это для игроков, а стали только для обсерверов, это было бы идеально. Да, да, да. Это нужно убирать именно для игроков, чтобы игроки сами думали там куда-то ставить, сами изучали это, а и только оставить для обсерверов. Это было бы еще круче. Потому что сейчас ошибки нельзя, ну, нереально допустить ошибку. Да, это уже как бы не то, что ты там знаешь квадратики, а просто идеально. Слушай, Санэйка-то сильно проседает по НГ, Санэйка загоняет в угол. Ну, и надо самому сейчас отойти. Ну, Фанга чувствует себя на линии неплохо, да, как стоит, казалось бы, один, но при этом 8 крипов, 2 дена, опыт получают. Да его тут убить не могут. Он очень, у него очень жесткий мувспид, и у Дизраптера нету кинетик филдра. Войт-то сейчас не замедляет, поэтому... Ну, этот жесткий мувспид никак не остановить. Просто, ну, его вернут, он убежит. Вот, НГ, спина выходит, и сейчас будет снизу выход на ФНГ. Должны забирать. Санстрайк, ФНГ его ловит и есть. Рор-то уже пошел, но слишком поздно. Лондруид погибает. Ответочка от команды НАВИ 1-1. Санстрайк, ФНГ должен, по идее, уходить был. Как раз таки под рором своим. Ну, видишь, вроде, кажется, с таймволка замедления нет, но и есть таймделейшн, который замедляет. Намедлия, Дэнди. Дэнди без анвизы. Мы это знаем прекрасно. Колснап. На развороте, вот так вот отгоняет Года. Нет, все в порядке, убить сложно, Дэнди. Тем более, там фарифайр, случайно, еще имеется. Под башней это было бы крайне рискованно. Ну и пока не такая суперактивная дот, скажем так, потому что мы вчера и на Dream League, и на ESL за такое время уже видели фрагов 7-8. Тут пока что 1-1. Ну, тут нечем прям так жестко как-то убивать. Тут более такие какие-то защитные пики. Только тут ромер только у Virtus.pro. Прям хорошие, чтобы постоянно какие-то фраги делать. Я думаю, мы сейчас увидим. Нужно чуть-чуть прям подождать, пока ребята наберутся каких-то своих лвелов и чуть-чуть итемов. И начнется. Снизу выход на Тиарану, его бить нереально с Bounty Hunter. Оп, а он еще все видит. А тут еще и Сентря была. Ну, что только она упала буквально секунду назад. Но Фьюр понимает, что лучше здесь не ходить. А то можно и нарваться на неприятность. Ну, так знаешь, пока Bounty Hunter 1С и сделал, и все, больше пока никакой пульсат. Но Фьюра нет. Просто бегает. А негде, негде. Вот, на миде Сентрю поставили. Прям только новую. Сейчас, я думаю, еще где-то Сентрю должны воткнуть. Ну, Санейка Сентрю еще влепил. И если туда сейчас Нуфир придет чекать эту руну, то будет очень неприятно для него. А он это наверняка будет делать. Да, идет Нуфир. Эти два саппорта могут убить. Помощь еще Санстрайка инвокера. Они его сотрут. Под Санстрайк он точно упадет. Да, там Санстрайк есть. Нуфир идет. Еще по дабл дамедж. Нет, нет, не заметили. Нуфир немножечко не хватило. Санейка артстайл. ФНГ получил инфу, что там, скорее всего, саппорты идут тебе в спину. Есть телепорт моментально от пака. Рор. И корни. Еще корни по Санейка. Ставится Дримкоил. Арбас, Санейка минус. Ну, отличная работа от команды ВП. Моментально отдаются телепорт и наказывают. Ну, мидеры хорошие всегда должны иметь. На вот шестом, ну, допустим, пак, да, у тебя появился Дримкоил, у тебя всегда должен иметь телепорт. Потому что если будут тебя кайтить под тавр, то сразу телепорт делаешь, и просто с этого Дримкоил можешь перевернуть драку там спокойно. Дитяра, корни словил. Да, ну, Войда, слушай, 40 рипов. Но, правда, в Эмберспирита уже 45. Четверть за найф, Йоко на полной фарме, Проманшилд, Аквила, Манга. Ну, будут выходить, скорее всего, какие-то отрывала. По стандартному, по канонам. Я думаю, да, очень хорошо фармит Йоко. О, очень все круто у него. Вот такие Эмберспириты очень опасные. Еще выход у нас на Бесмастера. Выход. Генерала связали, и генерал минус. Но ничего не можешь делать. Если телепорт, то тебе даются по толку. Кажется, еще будет возвращать, наверное. Ну, есть. Генотик фейл, дизарм на Йоко. Повесили, Йоко просто на Реманте улетает. Ну, слишком просто. Внизу. Артстайл, вейв дал на ФНГ. Тайм делейшн. Тут выходит еще на эфир. Ну, слишком жирный ФНГ. Ставится Хроносфера, а где Санстрайк? Санстрайк есть. ФНГ. Его ловит, но демэж распределяется между двумя героями. По итогу Артстайл на развороте бьет Ноуфира. Ноуфир живет. Артстайл, это очень сильно побитый. Идет до конца Оракл. Нет маны, нет маны. Не хватает просто маны. Катапульта. Просто катапульта. Вот этот выстрел сделала. Что это за жесть вообще? Просто выстрелила в него. Не повезло. Это катапульта. Всего лишь 40 рона, но этого вполне хватило, дабы убить. Так бы уходил, конечно. Так, снизу рону контролит у нас Анейка. Тут уже ничего не будет. Ноуфир, если сместиться, то не успеет. Сейчас Ноуфира подхилили и скорее всего пойдет на базу. Три Сантрайк хорошие ставят прямо на этой части карты. В миде и на роне. И в Паунтехантер, конечно, здесь жизнь напряжная. И вот еще одну Сантрюсу доставят. Так что лучше уйти с этой линии. Попытаться, мне кажется, на генерала, что ли, выход делать. Ну да. Которого убивать можно легко. Мы это уже видели. Опять же, генерал без каких-то сейф-способностей. Поэтому ты подходишь до щены, связал и убил. Вот сейчас у него рор появляется. Ну да. В принципе, под рор можно как-то дать сейф-тп и наказать на развороте. В идеале. Но на центре пока тишина и покой. Дэнди стоит, никуда не перемещается. Имеется два ассиста за счет Сантрайка. Дэнди огненный. Ему нужно стоять на линии. Ему нужно фармить своими даса. Потом уже, когда он получит свои лвла, денежка там, то потом он будет устраивать шоу на карте. Сейчас, конечно, он ничем не может помочь, кроме Сантрайка своим ребятам. Ну, его вполне хватает. Знаю, чисто дэмэдж. Тем более, экзорд уже четвертый. И два форш-спирита сейчас у Дэнди будут. Дэнди становится уже оружием. Можно будет и линию отдать. В случае чего там какому-то арт-стайлу пофармить самому пойти в леса. Для Дэнди это уже не проблема. Ну и Года, смотри, как гоняет этими форш-спиритами. Да, Год. Больновато. По крипстату Год немножко проиграл мид. Там буквально на 10 крипочков. Даже на 15. На 15, это серьезно. Да, но с другой стороны, по корам у Эмбера чуть получше ситуация. 61 у Вайда. 57. ПТ. Аквила. Порманшилд. И дедьмого уровня. На миддл сейчас с центра упадет. Ловит. Ловит у нас Дэнди. Хорошие два телепорта. Дэнди. Санстрайк до конца потайзут хотя бы науфира. Колл снэп. Санстрайк попадает, но дэмэджа не хватило. Еще и Санэйка подставляется. И уже Глимс не спасает Санэйка. Науфир при этом выживет. 57 хп. Было бы круто, если бы Санэйка вернул бы Йоку на верхнюю линию. Ну, дальше фармить. Убил, там, сделал килл и дальше фарми. Ну, да. По итогу погиб Дэнди, погиб Дизраптор. Два килла. Для команды ВП очень хорошие. Начало, опять же, Йоку. Посмотри, у нас сколько мобилен. Он пришел, помог. Сделал фраги. Он везде пока распримещается. У нас хосты какие-нибудь появятся. Нет, дэмэдж на ток появляется. Для кода. Так, ну и почти травела. На топе артстайла в Смоках. Алоха Дэнс там один. Дереведи все разрублены по частям. Хотел под рор убивать. Алоха. Заметили Алоха Дэнс, но уже поздно. Да, они друг друга заметили. Да, дали инфу. Там Алоха. Там артстайл. На этом все. Йоку за спину заходит. Там есть Дэнди. Имеется пак с дабл дэмэджем. И Дримкуэл через 10 секунд. Йоку замечают. И все. Хороший артстайд. В наве. По этому арту все прекрасно видно. Такие заходы в спину. И ВП сейчас не нужно. Они понимают, что их видят. Не нужно сейчас под Тауэр лезть. С дабл дэмэджем Кот давит. Сейчас можно стягиваться. Кэша. Лучше мидл сносить. Пытаться сносить мидл. Дезераптор у нас получил пятый. Еще шестого нету. Так Кот в принципе в безопасности. Тауэр здесь дынается, Дэнди. Отлично работа. Я не знаю, почему Кот не попробовал убить его с дабл дэмэджем. Ну да. Ой, ой, сейчас. Но еще Нофир стрянет. Нофир стрянет. По центре его видно. Но там, слушай, там смок в ответ. Идет пак, идет и Оракл. На топ линию. Поэтому Нофир уходит в инвиз. Нофир спрятался. Теперь его видно. Нофир. Стан Тарстайла есть. А тут Алоха Дэнс выходит. Алоха, но нет. И шансов. Дримкоил будет ли. Год пока Дримкоил не кастует. Тарстайла просто убили. Размена 1 в 1 по итогу получается. Хотя дети РА имеется. Таймволк, но маленький он слишком. Никого не достанет. Да, но хроносфера есть. Опасно. И ФНГ оставили снизу. Медасу не появился. Ну, в принципе, неплохой Медасу. Лейна. Сколько мне? 50 крипов. У него как у Дэнди на меде крипов. У него больше, чем у пака у его мидера. Так, кстати, и ФНГ полетел на базу. Медведь оставляет. У Дитера появляется Ринг оф Хеллз. И вариантов немного что-то будет. Скорее всего, это будет Бэтл Фьюри. Хотя посмотрим. Ну, интересно. Такие вот позабытые войны. Опять же, Дитера в позиции. Дитера. Пошла Арба. Ну, опять же, врываться с этим Таймволком так трудно. С этим новым Таймволком. Травела появляется у нас с Эмберспирита. И он выходит. А там Сентря стоит. Он должен знать. Мы должны дать инфу. Если он сейчас просто так пойдет под эту Сентрю. Хроносферу можно дать. Я хочу Хроносферу поставить. Вот. Арстайл. Станпан у Фьеру. Ещеный хроносфера. Отлично. Четверым убили на эфир моментально. А демоджа больше нет. А демоджа больше нет. Демкоил. По троим есть. Сана Эко минус. Пытает уйдить все ради стера уход. Генерал так же минус. Да. Неплохо. Хроносфера была шикарная. Но демоджа в нее не закастуешь. А нету. Нету демоджа. Просто никакого. Дизраптера убил бы шестой левел. Дизраптера. Тогда бы тут был бы переворот. Да. И то не факт. И Дэнди инвок первый. То есть там скиллы ты не покастуешь. Не будешь пианистом. Там максим даже санстрайк и что-то еще. На этот проказ заканчивается. Хорошо ВП. Хорошо делаются. Ну да. Опять же. Идут пуши дальше. И ФНГ. Далиму спейс. Он использует свое реализовывает. И по итогу. Кор Эмберспирит. Кор Роландруид. Имеет все. Что надо для такой минуты. Дальше ФНГ будет выходить. Культу радианс скорее всего. Радианс для Вайда. Это вообще страх. Ринг оф Хелс. Виталий Синец. Слушай, это походу Вангвард. Для детера. Вангвард. А кто будет. Я пока не совсем понимаю. А кто будет бить. А кто будет убивать. То есть. Интересно. Необычно. Ну зачем тогда. Вангвард собираешь. Пурманшилд себе взял. Да. Очень попутно. Войд. Вангвард. Вижу это впервые вообще. Вангвард и Пурманшилд. Что-то они хотели. Как будто под пуш что-ли. Продемонстрировал с этим. Не знаю. Это странное какое-то. Не похоже. Одна башня только упала. На центре она ботами стоит. И пока мы не видим, что как-то идут подпушить прям активно. Я даже не вижу как-то агрессию. Будет очень жестко танчить. С этим Вангвардом. Да. Таймволк. Вангвард. Потом таймволк. А надежда, что будут бить только Дэнди. Или кто просто... Ну по сути магия. У Дизраптора есть неплохая. Бейсмастер такой себе. Демашделирует. Винга так же. Только один блокер. На свою комбинацию 5 на 5. Что у них все идеально получится. Они все идеально раскастуют. Но посмотрим. На это конечно надеется круто. Быть уверенным в своей команде, что ты так можешь. Но можно и зафейлить где-то. Ну да. Ну то есть это реально на комбинацию, на реализацию. Не факт, что ты получишь и исполни. Тем более, когда против тебя играет Пак. Баунти Хантер и Оракл, который может кинуть ультимейт. Элементарно на своего кора. Там на Эмбера, например. Сейчас Дэнди будет ловить. Ой-ой-ой, Дэнди опасно. На Йоку. Просто 5 героев. 4 героев здесь. Да, Дэнди-то один. Хоть и сейф тп будет, но Дэнди слишком быстро убьет. Он ничего не успеет сделать. Видит, видит его. Трек, все. В инвесу, это не бесполезно. Дэнди пытается уйти. Слишком много демеджа. Санстрайк под Йоку. Ставится в Татик Шторм. В этот раз не самый лучший. Дэнди все-таки погибает от года. Год полетел, убил. И сейчас команда просто уйдет. Детера. Хрансфера имеется. Хрансфера только по Алохе Дэнс. Плохая охрана. Ну, Алоху-то, может быть, и убьют. Но это не крутой размен. Алоха все еще пытается жить. Такие его добили. Йоку. Чиннэн Артстайла. Ей свап. Пытается уиграть время Артстайл. Но нет. Йоку убегать. Травела дает о себе знать. Ну, тут размен очень крутой для ВП. Убили мидера. Курьер. Есть курьер и член Уфира. Да ладно. Как же обидно. И пак влетает на Санейко. Санейко также минус. Йоку один против троих. Убивает также Ревеншфл Спирит. Йоку за генералом. Генерал также больно. Башики по Йоку. Рифт от Года. А Йоку живет. Санстрайк мимо. Убили такие Эмбер Спирита. Год без маны. Есть стики. Стики нажимают маны. Все равно не хватает. Фэйшиф через секунду. Замедление. Замедление нет. Он его... А, нет. Вот, замедление. Тайм делейшн. И идет сюда еще Медведь. Рор отлично от ФНГ. И Бласт попадает по Году. Как же Год долго живет. Но этого не хватает. И дитера после этого файта получают очень много денег. Опыта. Левел 11. Снимает немало стриков. Дэнди хорошо. Полторы тысячи. Бласт свой кинул. Если Бласт конечно не было бы. Год уходил бы оттуда. А так да. Вот Тейвайт. 2 500 после этой драки. 2 600. Да, неплохо. И после Вангварда 2 600 действительно очень много денег. Следующий этим хочется увидеть. Мне кажется, что это из серии Мьелнира будет. Если он собрал Вангвард, то я думаю, что Мьелнир тоже неплохо здесь будет смотреться. Если он хочет танчить. На себя закидывать? Ну да, да, да. Тут будет себя молнии закидывать и просто растанчивать это все. Пускай бейте меня, ребята. Так, выход на топ. Дэнди с Генералом. Сейчас Рор открутится уже, но запалил он, запалил Медведь. У ФНГ 2 800, 2 900 денег. И это в радик будет выхода. Да, тем более, если сейчас ФНГ не будут убивать, он будет фармить, то к минуте 20. 20, я думаю, уже Сакрис будет как минимум. А то и сам Радиенс. Тайминг очень хороший. Два кабана. Выходят сюда, но ФВИР. Медведи решили убить. Оп, медведи убили. Очень крутой тайминг у ВП. Они просто идут и сейчас будут ловить. Сейчас будут ловить Дэнди, сейчас будут ловить Рстайла. Так, Гот, имеется Блинк, имеется Дрим Койл. Дэнди можно поймать запросто. Имеется свапу Артстайла, но двоих Дрим Койл кастуют. В итоге Рифт есть. Дэнди, Сюрикен минус на Дэнди. Артстайл пытается бежать. Там уже Йоку полетел за Артстайлом в погоню. Чины, Фисты, Артстайл также минус. Йоку понимал, что Чинами просто убьет и не шел уже под башню. Да, стигов нету. Веншфлосперит нечем отбиться. И генерал еще. Генерал должен раз ТП-шится отсюда. А что ты не ТП-шишься? Че не ТП-шишься? Вот, но нечем сбить все равно. Ну, все равно поздно. Бук-то делал это. Мог и подстрелять. Сейчас бы какой-нибудь Эмберспирит прилетел бы. Он уже летел реально. И все. Детера, покажи нам свой итем следующий. Что ты хочешь собирать? Ну, 3-400. Хватит столько денег на руках. Ну да, что-то можно уже купить по-любому. Может БКБ раскликать, да, только хотел сказать. Ну, это толку от этого БКБ. Ну, в принципе, неплохо, но дэмэджа нету все равно. Лучше сначала можешь какой-то дэмэдж артефакт подкупить. Пока не раскрывает себя. Хочет убить Оракла под Санстрайк. Да, с легкостью 550 хп, там Санстрайк один. Санстрайк, пару ударов и все. Санстрайк есть. Можно убегать. Да, личная работа. Минус Оракл. Очень тоненький Оракл, тем более сам по себе еще был побит и придачу. И тират, 3-800 денег есть. Уже можно купить Сакрит Реликвию при необходимости желания. Может, Радик реально? Ответка медведя? А, слушай, а Курьер-то полетел? Да нет, ты что? Нет, слушай, ну это вариант дэмэдж, какой-то эгглсон. У кого еще, стой, подожди, деньги есть. Есть деньги у инвокера, я думаю, это будет поинт-бустер на инвокере. Ну, хорошо, давай посмотрим. Курьер летит. Держи. И... Опа! Это Релик. Это Реликвии для тиры. Это реально Радиквии. Или Рапиравии? А? Ну, Рапиравии это как папчик, типа первым слотом беру. Ну, слушай, это интересно. Радианс, у вас Vanguardвии, плюс это Корн, дитера, Майнкерри. Мне кажется, что за всю историю керри фейслов вайдов покупает Радиквии. Вчера отмечали день рождения, дитера проспорил, типа, соберешь Радианс в Vanguardвии и будешь Гором. Радианс собираешь, да, и выиграешь игру еще. Статсманы, покажите нам, какой это Радиквии на вайде первый за всю историю, первым итомом. Да, ну именно в премиум играх. ФНГ. А ФНГ успел купить себе? И ФНГ успел купить себе. Успел, успел купить. Так, ноу феер. Ноу феер побоялся. Побоялся. Ну, выход у нас на Миндл Тауэр. Под вторые Некра, под фаржей, под кабанов. Сейчас фаржей только далеко. Ну, я думаю, заберут. Нечем тут драться будет в Virtus.pro. Пак пока нету. Пак нет маны. Приходится домой идти. Красс за восстановлением. Так, и... По трекам генерал. Фаржей там можно... Некров можно отправить дальше. Фармить. И Радианс есть у вайда. К этому ВП сейчас отнесутся вопрос. Как они будут вести себя в файте. Опять же, под храно сферой. Потому что демоджей у вайда теперь будет много. Он убьет больно с ручки. И щуплю сгорит ко всему. Да, прибавил себя. Этот и... 65 урона еще сжечь будет. И очень трудно пробить будет. Но его под Сайллс нужно очень быстро разбирать. И все, он будет. Самстрайк. Ну, фир. Мимо. Если был бы самстрайк, думаю, мог бы Дэнди убивать спокойно. Но не попал. Ну да, самстрайк. Потом бласт какой-то еще накинуть в догонку. Дэнди начинает набирать себе... Слотов. Ну вот, Медасик хорошо работает. 12 уровень уже. Что у нас у пака? Пак 13. У, блин. Третий Некраб появляется без мастера. И опять выход на топ. Опять выход на топ. И опять... Ой-ой, сейчас лезли ФНГ. Подловят опять. Это будет... Да, денег-то немножко не хватает до рецепта. Сейчас обидно погибать. Кстати, внизу. Ну, фиры нашли. Есть стан. Артстайл. Пока что здесь один. Поддержки нет. Есть свап. Есть колдснеп. Но фиры должны таки убить. Да. Ну, фир минус. Санстрайк, ФНГ. Взрывается на части. Рецепт, разумеется, не покупает. Обидно. Досадно. И, возможно, это не конец. Мещается Год. Пошла арба. Имеется дримкойл. Год прыгает. Генерал можно без дримкойла убить. Нет, все-таки ставится. Некра очень больно пробивает. Генерал. Генерал такие убили. С помощью припания флаймс. Третий Некра очень сильно бьет. Году всю ману выжигли. И пол хп отняли. Нельзя, нельзя. Тихо, тихо, тихо. Сейчас убьет, убьет, крипая. Ох, ой, как круто. Та, год сделал. Убил, моментально ушел. Фейшифт и демэш не получил. И Рошана. Рошана забирает Нави. Тем временем. Под фаржей, под четвертый минус армор. Под Вайда с его радиансом. Да, Нави начинают переворачивать, я так могу сказать. Графики поползли в их сторону. Очень круто забирает лонтруида регулярно. Не дает ему нафармить этот радианс. А Вайда, помимо, только недавно, буквально радианс собрал. Уже 1800 линейка. Да. Опять же, ну с радианс ты фармишь еще быстро, не забываем. То есть, это такая замена Майл Штрома, либо БФа. Ты можешь фармить леса, можешь фармить линию моментально. Произионная логика в этом есть. И у ноуфера дамьяка, фактически, есть по графикам. Ну, практически нули. То есть, преимущества у кого уже фактически нет. Да, это Рошан, это Таур. Это сейчас еще вот этот килл на ФНГ как раз. Ну, хорошо отыграли. Хорошо отыграли Нави. Генерал берет роны волшебства, там летит год. Генерал там можно и поцепить, но... А можно было цеплять, если бы они знали, что он тут один, то спокойно его цепанули бы. Прям. Растерли бы. Но побоялись. Вижна, конечно, нет. Очень крутой вижн стоит у Нави. Просто. Сентрис, сентря, сентря, сентря. Два хороших апса. И один бедный вот этот, опс, только у ВП, который должен был контролировать Рошана, но не законтролировали его. Да, ну и по итогу как-то вот ВП перестали убивать. У Лундрыда до сих пор нет. Ой, Хроносфера на Нофира. Санстрай. Как же, Нофиру больно. Хотя ультимейт Оракл, Нофира спасает. Есть подхил. Ставит, кстати, Шторм. Никуда. Глимсуют назад. Нофира таки застревают. Нофира... Ну, убьют, конечно. Там демоджа слишком много было. Не хотят драться без Радика на Лундрыде. Вот он как раз летит к нему только-только. Ну, наконец-то, да. Сейчас, может, как-то буду давать отпор. Дисера без Хроносферы. Еще полтора минуты купил себе Яшу. И Тир-2, наверное, надо пушить. Да, что и Нави делает. Нажимается Глиф, но дефить... Ну, вот Эмбер, спирит, еще не готов дефить. У него Манта Стайл, Тривовая, только более защитный тембилд. Нет пока ни КОБ по Кристаллису, то есть бить Эмбер больно не может. Только за счет прокаста как-то надеется на демодж. Неужели дальше пойдут? Некрономика-то исчезнут? Наверное, не стоит. Надо отойти. Да, Нави отходит. На фунгу я на топе. Вышку сгрызает. Да, влетает моментально. На базу. 13-16 счет. Винги все очень плохо. По Нетворса смотрю 1800. Ботинок, левел 9. Ну и только Брейсер один. Все. Больше ничего интересного нет. Так, разбили смок ВП. Ну там птица была. Скорее всего, она их спалила, успела спалить. Да, Вижн еще не пропал. Так что, Нави готова. А что по хрону? Хрона через 30 секунд, но хрона еще не будет. Но будет Аеги зато. Дитера я попробую убить. Они показывают даже, где они будут ловить сейчас. Угу. No fear. No fear. Есть трек. Дитера на развороте. Пара ударов просто. Помните, Хантер нет половины ХП. Ставится сентри. Дитера никого не боится. Идет просто вперед. Курьер. Опасно. Курьер может и погибнуть. Курьера. Нет, не убивает. Курьер зато сейчас Арстайла могут убить запросто. Арстайла зачем-то накидывали Айл Экрит. Не знаю для чего, но минус. ФНГ. Очень больно, но живет. Генерал пытается идти. Рор в никуда, по итогу. ФНГ глимсует назад. ФНГ. Но он слишком жирный. Его не убить. Там еще подхилл Оракл. Придача Санэйка. Прифанэм Флейм. Связали. Санэйка. И надо Году Йоку бежать. Адистера в погоне за ФНГ. Дальше, дальше, дальше бежать. ФНГ пытается уйти. Йоку. Ещины. Таймбул. Детера таймдалейшн поднимают его в небеса. Но и мана больше нет. Детера. Может медведя убить? Ой-ой-ой. Йоку, Йоку. Как ты же здесь оказался? Нет, Йоку живет. Очень круто. То есть даже не очень круто. Нави просто гонялись полдраки за годом. Гонялись полдраки за годом. Из-за этого как раз инвокер. Два основных димедж дилера, инвокер и воид. Вот. Год от них спокойно ушел. А как раз остальные персонажи пролегли под ВП. Как раз умер Дизраптор, умер Лавингай, умер Бестмастер. И потом только подошли воид и инвокер в эту драку. Так же делать нельзя. Если деретесь, фокусите слабых сначала. Не надо этим пашно. А что фокусили ФНГ, фокусили ПАК, а ФНГ это 1700 хп. Да, и выиграли бы эту драку, если бы все вместе делали. Если бы не разбегались. У них очень, конечно, сейчас сильно. Вайта нечем пробивать, реально. Да, воид просто бегает, вфавит. Он даже аэгги свой не потерял. Сейчас он, правда, уже исчезнет. 2-300 после яши. Ну, какая-то мата стайл вполне появится. Так как там имеется сайленс. Надо его сбивать. На центре арт стайл в позиции. ВП идут на топ линию. Видя там генерала. Генерал совершенно один. И генерал надо уходить. Успеет ли? Дает информацию примерно, где может находиться генерал. И действительно угадывает. Генерал именно тут. Дримкоил. Генерал. Генерал. Пока живой. Надо его убить. Наконец-таки убили. Статик Шторм. Хроносфера по всем. Отлично. Статик Шторм. Отлично. Хрон начинает дитера пробивать Йоку. Йоку. Минус. Алоха Дэнс ультимейт сам на себя также должен погибать. Алоха Дэнс. Алоха Дэнс. Алоха Дэнс. Да ладно, неужели живой? Таких вот дитера убил. Сколько он жил? Он просто бесконечно. А его никто не бил. Его просто никто не бил. Почему-то понадеялись, что он сам умрет. Минус такие на Лон Друиде, но Фир в инвизе и его не видно. Ну и команда Нави отходит. Три в три. Год. Что-то испугался, ушел. Сейчас на самом деле могли разобрать дитера спокойно вместе с Баунди Хантером. Что-то он убежал из драки. Побоялся. Но ничего страшного. Три в три, да. Умирают у нас. Остаются два кора Нави и умирают у нас коры команды ВП. Да, это неприятно. Тем более, я смотрю по демиджу. У Нави у всех там 200, 300, 800. У Вайда 2. 1300. То есть на сколько разницы. Даже инвокер, когда у вас будет демидж лидер, он нанес очень мало. Именно этот Войт, который в файте стоит, неубиваемый. Он бьет, всех горит. Очень больно. Для, по-моему, Тихантера, для Оракла, который вообще тоненький, а не погибает там в секунды. Ну, Алоха еще жил долго. Под ультимейтом потом его просто не били. Ну, вот Войт уже манта-стайл. Манта, Радиенс, Вангвард, БТ. Левел 19. Очень жесткий Войт. В компетенте в доте Радиенс на Войде появляется впервые. Даже так. За 1700 до 4 игры. Громко. Если победят сегодня Нави, то, возможно, это будут открытия. Я уверен, что где-то в папчике это практиковалось. Вагамама это практиковал. Да, а вот чтоб... В проиграх такого не было. Так, внизу подцепили Алоха. Алоха ультимейт сам себя отправляет. Блинкаут, Алоха Дэнерс. Если выжить, то это будет чисто Мека и Алоха. Живет. Неплохо сыграть надо, четко. Сейчас опасно заходить в ВП на рампу к Нави, потому что они ничего не видят. Посмотрим. Вижен, да. Они в полной темноте сейчас. И им по самим уходить. Идут за ними Нави. Идут, не идут. Ну, Дэнди есть, что Торнадо. Если Нави очень все хорошо кастует, свои заклинания... Но они реально рассчитывали на все свои ультимейты. Это Void, это Disruptor, это Beastmaster и это самое главное как раз про каст инвокера. То, что туда под это все можно дать. У тебя будет и Kinetic Field со Static Storm, потом еще после этого... Ну, Хроносфера, либо поменяются местами, как-нибудь это кастить будут. И главное, чтобы Дэнди туда дал весь свой каст. Если он туда даст, то ВП лягут прям там. Так, ну, Фьюер. Катапульта просто по Делекрите идет. Оп. Ну, не так быстро, как хотелось бы. Ну, да, урона-то очень много. Бьет не быстро, но урон. Сопцент, сейчас тычка будет. Бам. Владимир снафинге. Ну, и внизу намечается файт. Пойдут ли туда ВП вопрос? Потому что Хроносфера имеется, Рора имеется, Static Storm имеется. И позиция для ВП здесь не самая лучшая. Это вот часть карты, поэтому башню отдали. До Рошана. Буквально, 4 секунды. Улетает дитера вместе с Санэйкой на топ-линию. Ловит Арстайла. Арстайла, значит, меня не будут отпускать их сюда. Даже без Дримкоила. Связали. И Рошан появляется у нас прям вот-вот. Буквально секунды 3 остается. Да, Санэйка уже побежал вниз. Пока что еще здесь раны от топ-линии. Разумеется, телепорт у них в кулдауне. Но пойдут ли туда ВП, не побоятся ли они то, что там имеется войт. И воевать на такой части, опять же, опасно. Когда Хроносфера, когда Инвокер, Метеорит, там Бласты, когда Дизраптор. Своим Static Storm. Очень много способностей именно для АО Ярошана подходят. Идеально. Не хотят ВП туда идти. Страшновато. Йоку еще без БФ, а тем более диффуза есть у Вой, да? Дрошане очень страшно против Нави драться. Это как раз то, где хотят Нави подраться. Это вот этот узкий проход, вот эта узкая местность, где как раз их скейлы будут работать. Ну, ура. Так, ну вот надо дофармить Йоку. БФ демиджи опять же даст немало. И файт будет полезнее пока что Йоку. 4, 2, 13. Вроде убивает, но по большей степени это ассисты. У Пака появился уже Аганим. В 1600 в запасе имеется золото. 18-23. Все очень ровно. По графикам там всего лишь 2500 за ВП. 2000. По опыту за ВП. 5G1 файт решит все. И ВП запросто могут отыграться. Если как-то будет плохая охрана сфера. Будет плохой статик шторн. Но пока Дэнди. Ветра. Медведя пытаются убить. Медведь. Слушай, мне здесь не такой уж и тоненький. Долго живет медведь. Трисотки не лишние. Оракл. Не спасать. Сва. Барт стайл. Дитя Роман везде напигает еще. И ноуфира цепляют. Стоит в центре вард. Ноуфир. Непонятно, что он здесь забыл. Зачем он здесь гулял. Можно идти на Рошана и 40 секунд. Да, ничего не потратили главные нави. Все у них есть все заклинания. Только свап. А свап откроется через 30 секунд. Ну и что? Что предпримут ВП? Очень опасно. Рошана не хотят давать. Глот должен туда уже смещаться снизу. Я думаю, будут драться. Рискованно. Без баунс-шаттера, конечно, очень рискованно. Трисотки свисит. Умирает птичка. Это 5 на 4 будет файт. Паунс-хантера еще не 20 секунд. Закидывается арба, но... Может, не стоит. И нету ПП. Отдают, отдают, отдают. Понимаешь, что можно сейчас просто игру проиграть на этом файте. Потому что если все ВП погибнут, то... Колоссальный возле нави, плюс ко всему Аигис, Рошан. Не стоило так делать. У Вайда уже 2000 после манты стайла диффузов. Левел 20. У Левел 20... У Дитера остальные все 17-е, 16-е. Без мастера 13-е. И колоссальная разница. Войд, конечно, тут шикарен. 7-0-8. 20 тысяч на Творца практически. На 19, если бы точнее. И Смоук разбивают на Тус Винсер. Еще и хаста для дитера в придачу. И побежали. Имеется на центре NoFear. И сейчас NoFear могут поймать. Сейчас Смоук спадет. Смоук спал. Арстайл, вейв, дасты. Все мимо. Но были близкие нави, дабы убить. Да, просветка есть. Но не попали по NoFear. Может, ну что, это гем купить попозже, опять же, дядь Кохну, генералу, либо Дэнзи отдать. Это гем может быть Баунти Хантера. Я говорю, что Баунти Хантер это такой герой, который, во-первых, у тебя мучает то, что он в инвизе. Это раз постоянно бегает. Во-вторых, он тебе может ставить стелс-ворды. Тут, конечно, это NoFear не занимается. Вот на вражескую территорию. Прошел сюда, воротка поставил. Прошел сюда. Это ворды, которые без гема ты не найдешь. Называется все-таки жесткий стелс-ворды. Ты сентрями просто не видишь, куда ворды ставятся. Где они даже могут быть, в теории. Генерал на центре, встревает, есть корни. И генерал непонятно, почему здесь остался совершенно один. Дает рор еще, вот так вот. Чтоб наверняка накричал на медведя, но... Героически погиб. Просто остался один фармить. Команда вся ушла, а вот как-то генерал позабыл, что эннами готовы убивать. Ну и фраг сделан. Кстати, за генерала дали тысячу золота. Неплохо. Тысяча триста опыта. Сойдет. Есть мне байбэк. Санейка также находит. Статик штору ставит Санейка. Не самым лучшим образом. Глинстует Йоко назад. Но Санейка здесь так иначе погибает. Здесь Ираха, Хрансфера. Слушай, а Санейка-то живет. Нет, таки добили его при Фанель Флеймсом. Йоку, ультиммейт от Оракала. Йоку пытается жить. Очень много дэвенжа в себя принимает. И Йоку. Есть ветра. Йоку выживает после этого файта. Пошел Бласт. Брэгает дитера. Алоха Дэнс начинает пробивать. Отличный Бласт по четверым от инвокера. Но дитера остается один. Дитера. Без Аэгиса. Таймволк. И бежать. Дитера. Таймволка больше нет. Есть. Дефуза на себя. Их не кастует и погибает. Так, все по байбэкам. Байбэк есть у Вайда. Нету байбэков у... Они ничего не сделают. Они отойдут, кажется, хорошо. Да, они снесут Тир-2. Тир-2. И все. Я должен будет отходить. Ну, тут, конечно, очень круто сыграл Алоха Дэнс. Таймволк ультимейт подхилил дитера и дитера. Извиняюсь. Подхилил Йоку, разумеется. Йоку выжил. В хроносфере. То есть, именно в одного хроносфера была. Только в одного эмера. Тир-2 падает. Возможно, разведут Вайда на байбэк. Потому что... Хотя тут уже 4 героя будут дефить. Ну, Йоку снизу. Не знаю, пойдут, не пойдут. Ну, не тревелайс. Что он прилетит? Ну, он сейчас прилетит скоро сюда. Есть ветра. Ставится Ice Wall. Выигрывает просто время. Я думаю, нужно отходить. Это Ice Wall, конечно, под ним не реально драться. Это одно из самых жестких выклинаний, которые есть. Возвращают. Галлеем съесть. Но Пак уходит в фейшифт и при этом выживает год. Все в порядке. Дэнди уходит. Гостволк, но он ведь по трекам, Дэнди. Не забывай об этом. Уходит Дэнди с трека. Медведи, может быть, получится убить. Медведи свапают и такие. Добивают. Ну, Лондаруид призывает нового. Говорит, не проблема. Будет вам новый медведь. Бабки не проблема. Тем более, Гиперстоун. Гиперстоун и Средианс, Флэдберс. Я думаю, скоро у ФНГ еще боится. Кираса. Ну, так непонятно. Вроде как и Na'Vi шикарно вели. И Войт, и Инвокер топ-1 по Нетворсам. А по итогу-то график. А загуливать не надо, потому что не надо загуливать. Вот что я тут генерал делал? Да, генерал что-то сделал с Тейл, один фармил. Ну, мы видели. А там за него дали тысячу золота. Это немало. Так, генерал. Прыжок на ФНГ. Имеется Рор, Некрономика. Лети сюда еще и Инвокер. Ну и ФНГ. Рор мимо. Да, Витра. Айсвол еще Медведя. А может, сначала Медведя даже кого-то убить? Нет? Нет ФНГ. Слушай, оживет ФНГ. Оракл Утимейт. Санстрайк. Нет ФНГ. Не, прости. А слишком много всего потратили. Хроносфера. Еще Алоха Дэнс подцепили. Метеорит пошел. Алоха также минус. Погоня дальше. Дейсера побежал за паком. Но это бесполезно. Пак такая себе цель. Это просто ненужные смерти. С обеих сторон. Что Нави просто так умирали. Что сейчас ВП просто так умирают. Зачем? Не ясно. СНГ Дота. Беспощадно. Ну, отдали Лондроид. Зачем ты его сейвишь? Ты его никак не засейвишь. Там очень много персонажей. Ты еще сам можешь умереть. Там же Дизраптор. Зачем ты подходишь на Оракли? Ну да. 21-27. Есть две смерти. Но опять же, вот вроде смерти есть. А Нави это никак не реализует. Они дальше стоят в форме. Ничего не пушат. Сложно как-то выйти. Начать все действовать. Амберт потихонечку уже выходит в слоты для убийства. После бэфа уже появляется. И Кристалис, и то доедался. Не так много времени остается. Поэтому не стоит об этом забывать. Так, на топ. Генерал Урор в кулдауне. Поэтому без Урора убить нереально. Никак. Дэнди. Есть ветра. Толку. А толку-то от них никаких. Да, Дизраптор не был в кулдаун ультимейт. Так что поймать было нереально. Но фир. С гемом, под гемом, под гемом. Вот, кстати, гем как раз тот самый. Но его не отпустят. Не отпустят. Санстрайк и... Да, очень больно. Но фир, но фир минус. Еще одна смерть. Еще одна смерть от Виртуз Пром. Тоже как бы невынужденная. Но это Баунт Хантер. Он должен бегать. Ну, зачекал, что есть с гемом. Да, теперь знаешь. Что надо как-то генерала убить. И этот гем поскорее выбить. Акторин Корр. Умеется у Дэнди. Оганим, Линк, Медас, Барабаны. 20 уровень. Уже очень хороший ловел для Дэнди. Дабы. Себя максимально круто проявлять в файте. Там уже тоже самое. И МП пробьет сильно по мани. Да и все остальные скиллы. Артстайл. Ставит в арт. Палит Йоку. Палит Фенгей. Артстайл при этом живет. Вейв. Артстайл. Как же нагло. Как же нагло действует здесь. Все в порядке. Живет. Он понимал, что команда рядом с ним. Что если... Ну, диссера тоже самое. Трансфера. Будут накидывать с ультимейт ДиКи. Ну, Айгис выпал. Айгиса нет. Об этом не стоит забывать. Конечно, ультимойты все доступны, но... Рискованно. Может, стоит пойти на туп линию. Да, там Фердова башня стоит. Лучше бы убить ее сначала. А потом уже думать о заходе на рампу. Получить эти самые дополнительные деньги. Против Амперспирта опасно очень на рампу заходить. Прекрасно знаем, чем это может закончиться. Да. Да. Пару фистов, пара критов и все. Хоть у нее и Дайдалса нету, но... На подходе он уже. Опять же, один хороший файл, и Дайдалс будет. Да у нее нет, у него есть Дайдалс. Он может его купить. У него светок есть в Курьере. И... 2400... Ну, на кармане плюс-минус есть, да? Он сейчас 30 голды не хватает. Но он хочет на байбэк оставить. Да, потому что можно погибнуть и игру проиграть. Или не хочет на байбэк оставить. Не, не хочет. Мне кажется, сейчас будет скупать... Димон Эйдж? Нет, это... И Димон Эйдж. Ну, вабарк. Два байбэка отсутствует. То есть, не у Года, не у Эйбера. Сейчас на Дэнди нападать будут. А почему? Зачем ушел-то? Почему ушел? Зачем ушел? Эмбер спи... Ну, Йоку. Там же подходил баунтихантер. Все спокойно. Могли бы инвокера забрать бы. Испугались что-то. Не рисковает, да. Вдруг там еще кто-то был. Потому что на карте не все были видны. Кираса есть у Вайда. Это уже один из последних артефактов, блядь, дитера. Вместо телепорта он берется. У Года у нас просто бронированный какой-то. Ну да. Просто Рэмбо реально ходит. Такого вот дитера попробую. Притом он убьет больно, что самое интересное. Он убьет, то тоже больно, неприятно. Дифузай ему дает много дэмэджа. То же самое Радианс. Да, 22-27. Графики опять же там 2 500. Незначительное преимущество. Одно из команд. Ну и что? Будет ли какой-то выход? Да, есть смок. Смочок. Вп это не видели. И есть выход. Включу-ка я байбеки. О байбеках у... Только инвокера. Только инвокера. Ну там еще 40 должен появиться он. Вот-вот уже. И сейчас, если ганг будет на одного-двух героев, это очень опасно. Под птичкой. Могут прямо на базе попробовать. Ой, вот он. ФНГ. Ортстайл. Есть свап. ФНГ подцепили. Ставится хроносфера. Ой-ой-ой. Какой же плохой прокаст. А Денти по итогу. Дитера надо пробивать ФНГ. 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 Да, убили ФНГ. Да ладно, не убивают орков. В последние секунды выкастовывают ультимейт. Это минус Ортстайл. Минус на генерале. ФНГ все это время живет. А что самое главное, живет на медведях. Рата и Волк. Такие убили ФНГ. Гем вейбили. Гем забрали. А все, гем-то отдали. И надо нави бежать. Ремнант от Йоку полетели за Санейка. Санейка-то видно. Глимс у нее в кулдауне. И Санейка также должен здесь погибать. Санейка минус. Префайн и Флэймс. Фраг для Алоха Дэнс. Это провал. Инвокер, Дендюха. Ну просто они как-то не сработались. Поставил хроносферу. И он взял и ветра поднял. Героя, который стоял на Лондруида. Как раз таки поднял просто ветра. И вот. Ну не смогли сразу фокуснуть его. Пока он летал там. Они ждали его. Потом, конечно, очень быстро убили. Но все равно. Это очень много времени потратили. И Рошан. Очень быстро Рошан появляется. Да, есть Рошан. И... Ну, ВП могут уйти. Время-то есть. Хроносфера еще нет. 42 секунды. И это шанс реальный. Быстренько этого Рошана убрать. Надо медл отпушить еще. А, но Лондруида нет. Без Лондруида сложновато, согласись, без медведя. Одного имберспирита и пака не хватит. Они будут его пинать там 100 лет. Поэтому, да, Рошан. Не забрать без ФНГ. А ФНГ в таверне. Ну, реализовалась и покупка Хейкса. И покупка Дейдалса. Как оказалось, уже и байбеки появились, разумеется. После этого файта. Ну и Нави. Снова проигрывает золото. Генерал, кстати, покупает себе уже потихонечку рефрешер. Такой вот выбор интересный. Но если не будет происходить мискоммуникацион. И ребята будут выкастовывать все свои скиллы верно. То там бы демаж залетел такой, что ФНГ бы не успел бы выжить никак. Еще трака на Рошане будет. Серьезная. Хрона появляется. Да есть все. Тут очень быстро ультимейты. Они очень быстро откручиваются. Тут нет никаких-то Блэкхоулов, Реведжей. Буквально. Чуть-чуть. Так, ну и на Рошана идут команда Нави. Ставится Сентри Вард, ставится Обстарт Стайл и Заход. Ну и ВП. Ждем ответ. Сейчас-то можно побоевать там неплохо. И Медведь, и Дримкоил, и Эмбрис перед своими фестами. Пошел. Никто просто так Рошана бить не будет. Все будут ждать ошибки. Либо какой-то смачок сейчас можно завязать у Виртус Про. Сейчас у Виртус Про нет смачка. У Нави... У Нави тоже нет смачка. У Нави тоже нет смачка. Поэтому все равно просто фармит внизу. Ну и... На ботом смещается Гот. Нет, пока боятся. И те, и другие встречаются с друг другом. Полетел Ястреб. Опять же, чекать ситуацию. Но Гема нету Нави. Не знаю, где Балтихантер. Один Сентри. И... Ноу Фьер. Палит Дэнди. Дать бы трек. Ага, Сюрикен. Ястребу сбили. Ноу Фьер. А вот это, кстати, может быть ошибка. Прыгает Гот. Хекс на Дэнди моментально. Ставится хроносфер. Отлично. По двоим. Надо терапит. Но ультимейт снова на Года. Пошел Метеорит. Артстайл сильно проседает. Артстайл живет. Есть Димкоил по двоим. Генерала можно убить. Генерал минус. Ну и Фенг живет. А Фенг все это время живет. Отлично. Фисты от Йоку. Уже есть минус 2. Дэнди под БКБ. Один против всех. Но это бесполезно. Санейка. Санейка. Арба. Минус на Санейка. Ноуфир. Проседует от Йоку под кулснепом. Таким минус. Адисерак, кстати, он фуловый. Это весь файт. Гот минус. Гот еще не минус. Там Митрам. Митрам добивает, понимается. Ну, просто это самый скилл добить Митраме. У него там буквально оставалось чуть-чуть. 3 в 3. Есть Амперспирит, есть Лондруид. Есть Инвокер, есть Войт. Остались самые жесткие. Самые, да, жирные, самые опасные. Погибли только. Саппорты. У Мишки нет Медведя. 10 секунд еще до Мишки. И пошли бить Рошана. Ну, там Дэнди вместе с утра могут вполне с ним справиться. Под Алайкрити, под Форспиритами. Дэнди пытается просто выиграть время. Метеорит по Йоку. Есть Бласт. Йоку еле-еле живой улетает в сторону базы. И он, кстати, выиграет это время. Сейчас под Алайкрити, Рошан упадет очень быстро. Еще и Сансарайка сижу будут, чтобы Рошанечка еще быстрее уж точно убить. И Рошан. Да, падает. Выкладывает все равно в Ангвард. Сейчас Курьером его подберет. И забирает себя Эггис. Не знаю, на самом деле, Вайда один раз убить сложно, а два раза я не знаю как. Очень жирный, плотный. 2633. Невероятная игра. Ошибок, конечно, многовато от двух команд, но... В целом все ровно. Нет одноколичной игры, которую мы видели вчера на том же самом ЕСЭЛе. Где-то все карты по 20-30 минут. Да, причем в разные стороны. Не у нас, а 44-ая минута игры и еще не упала ни одна сторона. Ни одна Тир-3 Тауэр еще не даже не упала. Это чудо, да. На топе. Есть там Дитера. Как же больно, там его куб убивают. Подойдался, он уже действительно. Травела имеется уже и у года. Также гем подворованный. Ровный драк, очень ровный. Вот ультимейты уже все на Вито откатились. Верно, ты говорил, что кулдауны небольшие. В принципе, на Вито могут по смоками куда-то выходить. У Дитера 5000 золота. Интересно, что купит вместо Вангварду потом. Вангварда уже не нужен. Я думаю, на этапе лайтгейма. Бабочку, может быть, как бы... Бабочку взять, да, можно. Бабочку опасно, потому что имперспирит Демон Эйдж имеется. Можно посмотреть. Можно посмотреть на слоты, как раз имперспирит. Алоха! Ой-ой-ой. Ну, Дитера уже замахнулся, да, и понял, что не надо. Не стоит так делать. Не стоит рисковать. Артстайл, 2 800 нетворса. Очень бедный. Артстайл, реально, денег вообще нет. У Дитераптора там хотя бы уже Гвардиан Грифс есть, дасты. Левел 15 и нетворс 7500. Я бы на месте ФНГ сейчас какой-нибудь, может быть, Блокенбар бы даже собрал бы. На Медведя. Да, на Медведя. И Кирасу себя переложил бы. Ну, потому что Медведя, да, могут просто запокусить. Без Медведя Ландурит станутся бесполезны. Мы это прекрасно знаем. О, и Баттерфля все-таки есть от Вайда. Баттерфляй. Вместо Диффузов. Диффуза купил, продал. Или он не продал их? Ага. Диффуза в Харьер. Положил их вот так. Ну, потом заменит, видимо, места Эгиса. Понятно. Так, передышка. Надо отдохнуть, действительно. 46 минуты игры. Пошла. Надо минутку подумать. Потому что если ВП ловит какую-то хроносферу на то же самое Году и Йоку, то игра может и закончиться. Потому что без этих героев будет крайне сложно. Один Ландурит не вытачит. Дэнди сыр, БКБ, Блинк, Аганим, Травала очень живучего. Дэнди 6700 денег. Как же много денег в запасе. Надо чего-то купить. Можно купить какой-то Хекс. Против Эмбера это шикарная штука. Манта его не спасет. Линк и БКБ нет. Ну, вместо сыра там положить себе. Потому что лучше как-то деньги реализовать. Чем они просто лежат. Толку от них немного. Ну и графики около 6 за команды ВП. Что самое интересное. Как я понимаю, беда в том, что очень бедный генерал. 12 тысяч против 19 у ФНГ. Ну и бедные саппорты. Особенно Артстайл. Эти два героя, которые как раз-таки эти графики и показывают нам. По остальным курам и по саппортам все ровненько. То есть и по Вайду инвокеру, Эмберу, Паку. Ну и то, что ровненько. У Эмбера 24, у Вайда 28. Разница 4 тысячи. Смачок у нас от Нави. И опасно. Опять. Что у нас? По байбекам. Так, Дэнди. Самый первый есть проказ ветра. Плюс метеорит. Сера также в позиции. Ждут, пока кто-то придет сюда фармить. Форс спиритов будут убивать. И в ВП все понимают. Более-менее понимают, что возможно это какая-то засада, облава. И лучше не лезть. Стоит просто на базе все. Там, сатир 4 башни считай. Не считай только одного года, который внизу активно подпушивает. Делает это неплохо. Они просто понимают, что нижний тавр никто не защищает. Никто не отпушивает эту тленю. Поэтому все где-то вот в этой области находятся игроки Na'Vi. Мишка сюда приходит еще в ФНГ. Тоже подпушит чуть-чуть своим рейденсом. И Готу можно забирать спокойно тавр. Да, если Na'Vi так будут стоять на топе, то... Сейчас на Na'Vi сами будут заходить, но я думаю, Готу убьет и... Готу можно еще следующую пачку рассказ сдать. Слишком упадет быстро. Нет, не хотят. У них верхний тавр падает. Китера падал Экрити. Как же он быстро нарезает в эту башню. Они повесили на него дизарм, антостайл, дизарм сбивается. Милли барак под атакой. Но там еще не забываем мести Аегис, поэтому уйма времени может так вот выигрывать. И убили Тир-3. Барак на 600 хп стоит самим лишний. Я думаю, Na'Vi не будут останавливаться. Опять же, есть Аегис, есть ульджмейты. Na'Vi надо на самом деле стянуться вниз и отбить волну, которая к ним пришла к Тир-3 Тауру. Ну, кому? То есть, если кто-то уйдет, он уйдет уже. На весь файл, считай. Там Тауэр справится с крипами. Там все нормально. Ну, Тауэр них чуть просядет. Хотят ловить. ВП. Пошел медведь. Артстайл успеет есть. Лепорт сбили артстайлу, артстайл. Что драку будет? Нет, не будет, не будет. Нет, не хотят. Дитера. Дитера, прыжок, рансфера есть. Посмотри, как же он кончиком. Двоих подцепил, но дэмэджа маловато. Года успеет ли убить? Год. Уходит фэйши в Год. Да ладно, неужели выживет? Да, Год живет. Да, Год живет. Убили баунтихантера. Убили, правда, ФНГ. Байбэк моментально от Лондруида. Дитера подхиксили. Дитера. Батяно с Аигисом. Толк его хиксить? Это бесполезно. Алоха Дэнс уже идет просто на фонтан. И то там еле-еле живой. Дитера убивает. БКБ есть от Дэнди. Дэнди пытается уйти. Нажимает сыр, пост становится фуловой. И летит уже на травелах на Медведя Год. Прыжок. Есть Дримкоил. Арбард стайл ее увейдит. Да ладно, чудеса происходят. Пытается вам арсовывать. Такие есть рифт. Дэнди. Под гостволком. Его не видно. А вот теперь уже видно. Дэнди. Хекс. Дэнди минус. Дитера также проблема. А Аигиса нет. И Дитера минус должен быть. Таймволк пытается жить. Но слишком много дэмеджа. Его Йок не ударил еще просто разочек. Мог бы ударить и убил бы. Так. Йоку. Тэп аут. Йоку. Йоку. Да ладно, Дитера улетает отсюда. Чудо. Просто чудо. Как он ушел, как убрал. Такую легкую позицию. Не ударил. Просто один раз не ударил. Если бы он его ударил, он убил бы его прям там. Хороший момент. Один байбэк, да. Один байбэк минус лондруид. Жесткая драка у нас была. И какая хрансвера была четко там. Было бы какой-то Свен либо Урса по этот хрансвер. Для навы было бы все идеально. Воид ловит трейк героев вот здесь вот. У нас составляют лондруида вот здесь вот одного. Его очень быстро стирают. Паунтьхантера в соло забирает бестмастер на этом месте. И потом, я не знаю, как на видне не додавили. Выжил пак. Из-за этого. Что у нас по графикам? По графикам, ну, ведут ВП, но это 5-10 тысяч. На такой минуте это уже ничто. Это одна драка. Одной дракой ты уже ведешь эти 5-10 тысяч. Йокута уже приблизился, наконец-таки, к своему оппоненту на позиции мейнкеррия, как дитера. 29 тысяч на Творца против 31 тысячи. Да, Рошан, надо ждать. Запакованный. Ну, кроме Аквилла. Аквилл очень можно заменить. Может быть, это будет такая торопирка, кто его знает. Здесь она, в принципе, неплохо заходит. Ну, чувствуется, что решающий матч. Очень чувствуется. Команда не рискует. Все фармят. Очень мало какого-то прям жесткого фида. Все как-то собрано играют. Ну да, конечно. Опять же, напомню, что этот матч за выход на лан-турнир во Франкфурте. Бита за квоту. Да, проигравший-то ничего не получит по итогу. Вообще ничего. Очень важно победить. Не вроде Бостов Вайф, но первая карта уже накал такой. Йоку. Одного фаржа съел и моментально уйти. Что тут по лейту можно сказать вообще прям по-жесткому? Ладно, коры. Что у нас могут сделать суппорты? Дизераптор, конечно, с Вингой, наверное, посильнее, чем Баунти Хантер с Ораком будут. Ну да. С Аганимом каким-то, если будет Санейка в перспективе, не знаю, насколько далекой. Было бы очень круто. С Аганимом этот Сатик Шторм был бы просто убиваем. И линка есть на Эмбере. Вот, последний слот. Не на демедж, не рапира, а просто дабы сэйвить себя от роров, от коллснэпов, от свапов, от глимсов. От всего этого противного. Потенциально от хикса вот этого инвокера, который уже есть. Да, так что выбор хороший, опять же, чтобы Эмбер был живучий. А то если его захиксят, то Йоку 2 300 хп это не так много на такой минуте, дабы его убить. У него 2 300 хп и 15 армора, ну очень, очень слабенький. То есть войта, опять же, за патрифлями, кроме Эмбера никто его убить быстро не сумеет. Плюс ко всему армора очень много. Да и таймволк, да, немаловажный фактор. Внизу. Есть телепорт дитера, прыжок, алоха дэнс пытается уйти и уходит форстаф, блинка и все. Слушай, до конца дитера в погоне, санстрайк есть, алоха дэнс. Ультимейт на себя, ну и дитера уже, то есть хрансфера тратить, разумеется, не будет. Есть екс, алоха дэнс. А слушай, а команда в пэта смещается, год, будет прыжок, год, дремкоил по двоим. Алоха как же много времени выиграл, так его убили. Хрансфера снова не самый качественный прокаст от инвокера. Убивать Йоку надо, Йоку убить, Йоку все-таки убили. Год поднимает себе ветра, пытается время немножко выиграть, год. Живой на 70 хп пытается уйти, есть свап, год. Неужели живет, года такие убили. Это минус 4, есть 3 байбэка, поэтому это не конец. Погоне дали шадить, тера. Генерал подцепил медведь, ФНГ получает хекс. Генерал еле живой, пытается убежать, но бесполезно, убили. И 3 байбэка, 3 байбэка от команды Virtus.pro. Сера таймволк, бежать, сера, куда ж ты пошел? Надо уйти. Очень много байбэков, очень много усилий потратили в ВП, дабы защитить свою базу, не проиграть. Опять конвейер какой-то отдался в Торакл, да и бросите его. Зачем вы идете? Ну подумали, что это шанс, что они там все стоят вместе, и позиция неплохая. Но по итогу минус 3000 для ВП и плюс 3700 для Na'Vi. Сейчас это много. Видел, как Йоку быстро умер в хроносфере? Он умер за, наверное, половину хроносферы, за 3 секунды. Где-то дитя растер. Да, то есть если ты получаешь какой-то любой дизайбл, будь то хекс хроносфера, то все, это провал. Йоку должен файти, стоять и бить. Это самое важное. Октарин. Октарин, кор. Рейденс, Октарин, ну и плюс ко всему хроносфера, ну был бы там еще агоним, было бы вообще замечательно. Таймвок через 4,5 секунды. Хроносфера 75 секунд. Кайф. Вот такой вот твой. Ты попробуй опять же убей под рейденсом. Октарин. Скажите, тистера, что он не на алхимике. Прям так и хочется сделать. Ну да, похоже на сборку алхимика на самом деле. Дэнди внизу. Есть отличные ветра. Дэнди четко-четко по таймингу. Есть хекс. Эльмир кейп на года. Отличный глеймер. Прыгает дитяра. Хроносфера золотая. Оказалось, дитяра, дитяра, нужно уходить. И все. Ну, сложно пока поймать, конечно. Такого тем более мобильного. На вьюти хроносфера нет. Хоть и Октарин, но кулдаун еще минутка будет. А смещается команда ВП. Нашли Года. Ставится статик-штором. Отлично, от Санейка. Есть хекс. Год пытается как можно больше и выиграть время. Но слишком больно Году. Хоть под этим мейтом Ораколом должен Год погибать. Поднимает себе ветра. Год. Да ладно. Год. Живет, да. Все шикарно у Года. Год выживает. Генерала поцепили. Генерал. Генерал. Пока живой. Погоня из-за Санейка. Йоку убивает просто фестами этого бедного генерала. Свап. Йоку. Поцепили. Йоку успевает уйти. Выйдет стан шикарным образом. Йоку. Йоку. На Римнантауте уходит. Какой же живучий тембер. Нет хроносферы. Обидно. Бласт мимо. Дэнди в погоне. Хекс кулдауне. Йоку бежать. Нет. Римнанты-то больше. А Римнанты-то закончили. Щены мимо. Не попадает Йоку. И дитера до конца. Есть ветра мимо. Прыгает дитера. Будет ли башек хекс по дитера? Рыгает Дэнди. Тримкуэл. Есть по одному. Дэнди. Но этого вполне хватает. Дитера убить. Стой, дитера. Таймволк. Успевает делать. Дитера уходят. Дэнди убили. Но это ничего страшного. Главное, что живет Войт. И бежать. Просто какой же живучий Эмберспирит. Через всю базу. Как Форрес Гамм просто пробежал. Отсюда до сюда. Да, просто одна линка была для подсейва и манта. Но не хватило. Не хватило хроносферы. Понимаешь, если бы хроносфера была, которая не была установлена здесь, то я думаю, все было бы иначе. Да, хроносфера в молоко была включена на пака. Пак спокойно из него уходит, если успел уйти в shift. Так что... Ну что, последняя драка. Драка на Рошане. Дэнди нужно укупаться, чтобы не отдавать просто к Рошану. Да, байбэк-то имеется. Опять же, денег в запасе очень много. Так что могут и пойти. Хроносфера есть. Статик Шторм имеется. Рор имеется. Все ультимейты готовы. У ВП мало байбэков. Напомню, они уже байбэков все свои сделали. Ноль байбэков в команду Virtus.pro. Иллюзия вайда пошла. Чины, фисты, иллюзия минус. Ну и Дэнди. Байбэк лететь на Кабана. Байбэк лететь на Кабана, либо на Ястреба. Детера. Прыжок. Хроносфера есть. Неплохая байоку. По ФНГ нужно бить. Байбэк это нокерейс. Но детера захиксили. Мало дэмэджа. Слишком мало. Слик Шторм ставится. ФНГ подцепили. ФНГ нажимает блокенбар. На самого себя не на Медведя. Бласт. ФНГ. Ну, слишком больно. Там просто баши. Баш, баш, баш. Рор. ФНГ пытается жить, но бесполезно. Минус на ФНГ. Генерал. Есть рефрешер. Имеет еще один рор. Но это уже минус 3. Байбэков нет. Генерал. Ой-ой-ой-ой. Рор у Линку выкастовывает. Генерал. Обидно. Но это минус. Рошан. Это минус 3. Байбэков нет. И Na'Vi могут еще идти и забирать как минимум в одну сторону. Хотя не факт. На центре Йоку пушат. На топе пушат год. Но опять же, это только 2 героя. Против пятерых. По низу пойдут. Байбэка нет у Лон Друида. Вот это самое жесткое. Если они сейчас это зачекают, они снесут всю базу. Так они должны знать. Там же штрафы у всех должны были быть. Не, он не открутился. У него просто денег не хватает. У Лон Друида. Да, уже открутился. Да, он же первый сам покупался еще в тот раз. Один пайбэк, помнишь, был, когда от лон Друида. Вот. И если пойду сейчас чекать, то жестко будет. Так. Ну, по итогу, как-то пока Na'Vi ничего не делают. Минуту еще есть без Лон Друида. Рефрешер есть от года. Это не только. Там 2 Дрим Коилла. Это еще и 2 Хекса, 2 Юла, 2 Сайленса. Ну и идут Na'Vi. Ну, сейчас будет ул-ин. Ул-ин отбиваться. Не знаю. Надо, чтобы Сирок нужно навстречу бежать, мне кажется, к своему курьеру. И делать моментальный телепорт. Так, Дзера самый первый. Имеет храносферу. Очень больно. Очень быстро бьет по этой башне. С своим бутерфляем. С Кирасой. Атакс пид просто какой-то колоссальный. И Муншард еще с кушаной придачу. Под ЛА критит. Сирок. Ну, посмотри, как же он махает. Своей палкой. Есть свап. Года поцепили. Статик Шторм все-таки мимо. Оракл дает ультимейт на Года. Прыгает генерал. Есть Рор. Пока никого не кастует. Храносфера по ноуфиру. Не самое лучшее. Это минус ноуфиру. Лондроидов все еще нет. Год. Год. Минус год. Год без байбека. Год без байбека. Его не будет. Еще две минуты. Уж точно. И Алоха Денс. Йоку дефят базу вдвоем. Уже под фонтан. Фактически гонит своего оппонента. Надо просто бить центр. Надо бить центр. Надо бить топ. Делать мега крипов. Это вполне можно сделать. Потому что без пака дефить будет невероятно трудно. Он даже свой рефреш не нажал. Потому что ну не было возможности. Слишком быстро его убили. Добили. Том пака. Тимбилейшн еще нажали. Там все жестко было. Йоку. Уходит. Ремнать. Возвращается назад. Дитера. Ну не убить. Таймволк. Уходит. Витрайз на медведя. Нету. А храносфера то уже откатилась. Храносфера еще нет. Чтобы пить война. Да нет. Там 75 секунд. Чего дуло. Барак. На 20 хп остается. Добейте. Барак. Барак добивает. Прыгает в ПНГ. Нажимает БКБ. На самого себя. Опять же не на медведя. Дитера. Манта стайл. Алоху очень сильно проседает. Алоху пытается уйти. Уходит на базу. Йоку подхиксили. Йоку. Ультимейт от Оракла. Барак. Просто Барак. Барак и уйти. И все. Больше ничего не надо вообще делать здесь. И его нечем убить вообще. Он себя чувствует как рыба водя. Как король. Дитера. Йоку. Подай сволом. Отлично. Сатик шторм. В этот раз шикарный. Сатик шторм от Санейка. Минус на Йоку должен быть.